Приветствую всех на моем канале, меня зовут Катя, и в этом видео я проверю лайфхаки, которые помогают избавиться от пузырьков на гипсе. Обязательно досмотри это видео до конца, а также подпишись на мой канал, чтобы не пропустить новые полезные видео. И, конечно же, я буду рада обратной связи, поэтому поставь лайк и напиши комментарий. Начинаем! Во время работы с гипсом мастера сталкиваются с рядом трудностей, и сейчас я рассмотрю одну из них, и это пузыри. Гипс, как и любой другой материал, имеет отличительные черты. Одним из основных свойств данного материала является пористость. Я нашла информацию, что оптимальная пористость изделия при затвердевании составляет 40-60%. Итак, при замешивании гипса с водой в смеси образуются пузырьки воздуха. Затем при сушке изделия пузырьки поднимаются наверх, образуя маленькие поры. Таким образом, пузырьки обусловлены особенностью материала. Поэтому я считаю, что к пузырькам нужно относиться положительно, и необходимо донести до клиента информацию о том, что пузырьки не является браком, а является особенностью материала. Однако, есть лайфхаки и способы, которые позволяют минимизировать количество пузырей, и сейчас я их проверю. Одной из причин возникновения большого количества пузырей является слишком густой раствор, который очень сложно хорошо простучать, поэтому пузырям трудно пробиться наверх. Для сравнения я сделала раствор, используя гипс G16 без добавок, и несмотря на то, что я простучала форму, на изделии много пузырей. В конце видео я покажу, как можно затереть неглубокие пузырьки на изделии. Способ заливки влияет на количество пузырей, и сейчас я проверю два варианта заливки. Необходимо сделать пластичный текучий гипсовый раствор. Для этого нужно использовать либо гипс G16 с пластификатором, либо скульптор. Я добавила в гипс G16 1% пластификатора SV500 Premium. Вся необходимая информация о том, какие материалы необходимы для замешивания гипсового раствора, или как рассчитать массу гипса на определенную форму, у меня есть в отдельных видео. Я на них оставлю ссылки в описании, а также сверху появятся подсказки. Медленно тонкой струйкой заливаем раствор в форму на расстоянии примерно 30-40 см. Данный лайфхак я увидела на Pinterest и решила его проверить. После заливки форму также необходимо простучать. В целом результат неплохой. На внешней стороне подсвечника крупных пузырьков нет, но если хорошо приглядеться, то на изделии есть мелкие поры. В конце видео об этом будет поподробнее. Делаю такой же пластичный раствор, но попробую другой способ заливки. Я видела, что мастера рекомендуют размешивать раствор лопаткой снизу вверх, чтобы поднимались пузыри. Но у меня лопатки нет, поэтому я попробовала это сделать с помощью ложки. Не знаю, повлияет ли это на результат. Заливаю раствор медленно тонкой струйкой, сначала до четверти объема, затем прокручиваю форму, чтобы раствор проник во все рельефы формы. Далее нужно долить раствор до половины формы и снова прокрутить. И так до полного заполнения формы. После заливки форму необходимо простучать. Крупных пузырьков нет, поэтому результат мне понравился. Я в основном пользуюсь именно таким способом заливки. Лайфхак с мыльным раствором я решила проверить на чистом гипсе G16. Сначала необходимо сделать гипсовый раствор. Я взяла гипс G16 и 45% воды. После этого обработала форму мыльным раствором. На пол-литра воды добавила 8 капель ферри. Делаю такую же заливку. То есть залила часть гипсового раствора, покрутила форму и так далее. Стоит отметить, что данный способ я также пробовала при заливке окрашенного раствора. И, к сожалению, на изделии были белые разводы. Поэтому этот метод скорее больше подойдет для заливки белых изделий. Но результат хороший. Пузырьков очень мало, при том, что я делала раствор из чистого гипса G16. В гипс я добавила 0,1% пеногасителя. Раствору в таре нужно настояться 3-4 минуты, чтобы пузырьки вышли. Далее медленной тонкой струйкой заливаю раствор в форму и простукиваю ее. Результат мне понравился. Крупных и мелких пор на изделии не видно. Так что такой вариант я возьму себе на заметку. Затирка пузырей больше подойдет для неокрашенных изделий из гипса. Маленькие поры убрать очень легко. Для этого необходимо набрать на пальцы сухой гипс и затирать пузыри. Важно это делать после того, как достали изделие из формы, то есть пока оно влажное. Также я попробовала затирку пузырей с помощью гипсового раствора, но мне этот вариант не понравился, так как излишки раствора быстро схватываются на изделии и потом их сложно убирать. Возможно, лучше это делать не пальцами, а ватной палочкой, чтобы не было излишек раствора на изделии. Мои выводы. При однотонном окрашивании изделий я буду использовать второй вариант заливки, а при мраморной заливке или сложном окрашивании я попробую пользоваться пеностопом. Пишите в комментариях, боретесь ли вы с пузырями и что вы для этого делаете. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Всем пока-пока!